Действительно начали очередную страницу развития такого органа консультативного совещательного как Общественная палата Луганской народной республики. И очень приятно видеть сегодня в этом зале, в том числе и представителей первого созыва и, конечно же, новых членов Общественной палаты. И я уверен, что, Людмила Михайловна сказала, что плодотворно проведем следующую каденцию. Я в этом уверен. Конечно, это будет так. До свидания. Первое и очень важное. Я хочу, прежде всего, передать слова поздравлений от Леонида Ивановича Пасечника, главы Луганской народной республики. Вы знаете, что Общественная палата – это, прежде всего, его детище, потому что именно по его инициативе было инициировано принятие закона об Общественной палате. И вообще важность и нужность общественных организаций, она была подчеркнута именно его решением. Продолжила свою работу в обновленном составе. Это, естественно, все течет, все изменяется. Остается всегда костяк тех, которые понимают, что они действительно, им это близко и понятно. Приходят новые члены Общественной палаты, которые тоже, я надеюсь, как раз это будет свежие мысли, свежие идеи, которые позволят Общественной палате Луганской народной республики занять достойное место в сонме Общественных палат Российской Федерации. Действительно, такой тернистый путь пройден с начала 2014 года, который стал эмоциональным для нас, годом, который стал такой отправной точкой, когда ни одна политическая сила, ни одна структура не может влиять на то, когда волеизъявления проявляет именно народ. Мы не согласились с вами в 2014 году с государственным переворотом, который совершился в Киеве, когда жители нашей малой отчизны конкретно показали своими действиями о том, что они не согласны с тем режимом, который пришел. И мы выбрали свой путь. Да, этот путь мы смотрели на наших коллег из республики Крым, которая вернулась в родную гавань в Россию. И мы также немного романтично смотрели на этот путь, но такова судьба, что мы пошли немного другой дорогой, но мы не свернулись с того пути. Я напомню, что референдум 2014 года, который состоялся на территории Луганской народной республики, проводили обычные люди, проводила общественность, не политики, не политические деятели, а проводили обычные люди, проводили мы все с вами. И не всегда та пропаганда, которая с Запада нам доносилась, все равно имела влияние на определенную мы, но мы не сломались. И очень важно, что именно мы помним, как был обстреливан город Луганск именно нанесенным авиаударом, а нам рассказывали, что это взрывались кондиционеры. Я напомню, как нам рассказывали, что мы сами себя обстреливали, находясь в окружении украинских формирований, я говорю, за Луганск 2014 года. Я напомню, что мы всегда чувствовали помощь именно нашей родной России. Если со стороны Запада шли танки, то со стороны России всегда в первую помощь приходили гуманитарные КАМАЗы, все мы их помним, по 2014 году. И мы вместе тогда выжили, благодаря нашей родной России. Россия всегда нам помогала исторически, даже в новейшей истории, переходя в минский формат, пытаясь разрешить вопрос политическим путем и минский первый формат, и второй минский формат. Однако Украина, а точнее киевский режим, видели совсем другой формат решения вопроса. Они хотели вернуть не жителей, они хотели вернуть свои, как они считают, территории. И так уж сложилось, что мы сами выстраивали тот путь, о котором я говорил в самом начале, и мы двигались. И я помню, что у нас, помните, самые дорогие и ценные моменты, как мы радовались тому, что наши документы, наши начинания признавались Российской Федерацией. Как мы с гордостью говорили о том, что мы начали получать паспорта Российской Федерации, и Российская Федерация на своем уровне, в высшем уровне, всегда шла навстречу гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики. Вы знаете, коллеги, у нас были и политические моменты, когда мы уже голосовали в Государственную Думу, мы избирали депутатов Государственной Думы. И сегодня мы представлены даже за этим столом с представителем, с официальным представителем, с Виктором Петровичем Водоладским, на территории Луганской Народной Республики, диригированы. То есть наши голоса были учтены, и та работа, которая идет по парламентской линии, тому яркое подтверждение. Я напомню тот эмоциональный подъем наш с вами, когда было обращение к Владимиру Владимировичу Путину, и этот эмоциональный момент мы впечатлили в феврале 2022 года, когда признали наши усилия, признали наше сопротивление, нашу свободу и наш выбор, который начинался с 2014 года, признание Луганской Народной Республики. Сегодня мы с вами, коллеги, стоим на пороге очередного шага, потому что по началу специальной военной операции прошло определенное время, и сегодня мы уже констатируем факт, который сегодня уже зафиксирован, о том, что именно в границах Луганской Народной Республики, по состоянию, на 2014 год, по состоянию проведения референдума, территория освобождена. Безусловно, у нас предстоит очень сложная работа, безусловно, нам предстоит очень многое сделать для того, чтобы восстановить мирную жизнь, однако уже есть запрос от обычных граждан, от тех людей, которые обращаются к общественникам, обращаются к нам в депутатский корпус, уже обращаются и к коллегам из Государственной Думы, в очень важном и трепетном моменте о проведении референдума, о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Безусловно, мы не смогли остаться в стороне по данному вопросу, мы создали инициативную группу, которая будет работать в данном направлении, потому что еще раз подчеркну, это не прихоть политиков, как это было в 2014 году, это желание именно из зов сердца граждан, проживающих на территории Луганской Народной Республики. И очень важно, что это зов сердца и граждан, которые не только, как мы говорим, с 2014 года по 2020, но и в много освобожденной территории, также данный запрос уже транслируют через общественников, через депутатский корпус. С нашей стороны мы предлагаем создать в Луганске общественный штаб референдума, и, по примеру нашего лидера Владимира Владимировича Путина, который недавно на встрече с руководителями фракции обозначил четкую позицию, которую мы также должны взять за основу, что партий бывает много, а Родина одна. И вот здесь, создавая данный штаб, мы должны прекрасно понимать, что у нас не могут быть никаких политических амбиций, у нас должна быть единая цель, о которой я ранее озвучил, по проведению референдума в Луганской Народной Республике, по присоединению Российской Федерации. И на этом мы, вот тот долгий путь, который мы провели, должны будем поставить точку. Коллеги Алексеевич Иванович, вот именно всей группы, вам, коллеги, обращение, есть предложение поддержать идею создания данного штаба, не просто поддержать, и войти в данный штаб, для того, чтобы мы смогли консолидировать абсолютно все усилия от общественности до самых высших наших и исполнительных, и законодателями власти, чтобы мы в комплексе могли поставить, подчеркнуть точку и провести, наконец-то, референдум о присоединении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Спасибо, друзья, как в 2014 году, так и в 2022 мы должны это сделать.